Как действовать при обнаружении вредной для детей информации в сети, обсудили в общественной палате региона. По словам профильных специалистов, сейчас идет шквал жалоб от пользователей интернет-ресурсов. Проблема в том, что у областного Роскомнадзора нет полномочий по самостоятельной блокировке сайтов. Этим занимается только центральный аппарат. Поэтому, прежде чем ресурс, на который поступила жалоба, будет проверен и закрыт, проходит много времени. Тем не менее, специалисты Роскомнадзора говорят, что пользователям нужно продолжать оставлять заявки. Ведь в итоге нарушители будут наказаны. То, что это на данный момент законодательно сделать оперативно нельзя, это не значит, что в принципе меры никакие не должны предприниматься. То есть не открываются двери туда, куда они стучат. Если это одно обращение, два обращения, три обращения, да, и все теперь знают, что нужно. Там, допустим, есть сайт, который обозначен, на который можно скинуть страничку, по этой страничке будет проведена проверка. Пускай это 30 дней, пускай это не сразу закроется. Но, как говорится, если внимание контролирующих органов будет привлекаться к каким-то из строечек, да, ну, может быть, что-то где-то у нас будет сдвигаться.